А уже на следующей неделе десятки тысяч жителей Хакассии получат единовременную выплату на детей. О таком предновогоднем подарке заявил Владимир Путин во время своей традиционной декабрьской пресс-конференции. И сегодня стали известны некоторые подробности. О них Константин Кравцов. Это уже 16-я по счету большая ежегодная пресс-конференция президента Путина, но в таком формате проходит впервые в истории. Журналисты дистанционно, на прямой связи из федеральных округов. Маски и антисептики обязательно. К примеру, в питерском международном торговом центре представители прессы словно фигуры на шахматной доске. Необходимо соблюсти все правила безопасности. Это игра против коварной инфекции. Логично, что с темы пресловутой пандемии начинается разговор. Что такое пандемия? Это значит локдауны, сокращение производства. Это значит сокращение перевозок. Всё, что с этим связано, это значит сокращение рабочих мест, падение доходов, к сожалению. Всё это имело место быть. Но можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно. И отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся устойчивостью своей экономики и развитием своих социальных служб. В целом же за 4,5 часа президент успел ответить на 55 вопросов, в очередной раз продемонстрировав детальную информированность жизни страны. Проблем море. Но и положительные тенденции очевидны, в том числе глобальные. Подробнее об этом в онлайн-режиме сообщали российские и мировые СМИ. А вот заключительные слова президента наверняка привлекли внимание тех, кто далёк от политики и экономики. Дети до 7 лет включительно получат от государства к Новому году по 5 тысяч рублей. В Хакайсии предварительно таких 53 тысячи человек. Пенсионный фонд уже готовит выплаты на основе тех данных, что были поданы весной и летом к первым выплатам. Это должны быть банковские реквизиты получателя, то есть лица, который имеет право. Не соседа, не бабушки, не дедушки, а именно получателя. Это вот важно, потому что у нас было очень много лишней работы, связанной с отработкой возврата. Кстати, подать заявление на ребёнка родитель может до 31 марта 2021 года. Но есть весомое ограничение. Если малыш появился на свет после 17 декабря текущего года, на эти 5 тысяч его родители рассчитывать не могут. Деньги перечислять пенсионный фонд планируют уже со следующей недели. Хакайсия на поддержку получит из федерального центра больше 200 миллионов рублей. Константин Кравцов, Дмитрий Симонов, Вести, Хакайсия. Добавлю, что для ускорения процесса пенсионный фонд будет работать в эти выходные, чтобы жители республики могли подать заявление на единовременную выплату в 5 тысяч рублей. Все клиентские службы будут вести приём документов в режиме дежурного окна.